Вы как раз тоже говорили о том, что в Иране развивается этот кризис, который должен закончиться его каскадным обвалом и переформатированием Ирана. Вот вы сквозь призму этого всего, как вы смотрите на перспективы Ирана и России в этой ситуации, когда явно борьба обостряется и ускоряется? Смотрите, для того, чтобы понимать, как это все взаимодействовать или для какого уровня будут взаимодействовать, нужно понять саму базисную институциональную структуру понимания, как видеть они друг друга. Если в Иране Россию или русских называют младшим шейтаном или маленьким шейтаном, а большим называют США, то в России, к сожалению, сложилось во многих странах очень неправильное понимание вообще исламских стран. Многие люди, которые пытаются изучить исламский мир, они имеют просто религия, но они забывают, что это не только религия, это непривычные для европейца формы и институты, и забывают, что в этих странах ислам это больше, чем религия, это образ жизни. Это нужно понимать. Если вы хотите разговаривать с Востоком, вы должны через эту призму смотреть, а не вырывать из контекста только религиозный контекст или какую-то другую особенность. Это нужно рассматривать только в системе. Следующий фактор, который может, грубо говоря, проецироваться на отношения с Россией, я вам хочу сказать исламскую или даже иранскую форму, как они видят. Знаете, востоковеды понимают или знают, есть три элемента ведения войны или сохранения государственности. Я буду цитировать и переводить, конечно. Первый элемент называется «Дар-эль-Сульх», второй элемент называется «Дар-эль-Салям», и третий элемент называется «Дар-эль-Харб». Что это означает? Первое – это мой дом, это там земля мира, где я живу, ну и, конечно, ислам. Второе – это земля договора, то есть где я буду, на какой территории договариваться о своей безопасности. Ну и, конечно, наверное, третье – это земля там, где идет война. Теперь в понимании иранцев Россия – это договор или Россия – это там, где идет война. В их понимании это зона, там, где находится война, а это для них несет институциональные угрозы, потому что оно находится в состоянии, в конфронтационном состоянии, и это может перекинуться на Иран. Вот такое сейчас знание вот этих постулатов и сближение с Россией, оно подталкивает их к тому, что союзники по неволе или, скажем, партнеры по неволе, они уже обречены в каскадное падение обоих этих проектов. Потому что если мы хотим мира и не каскадного падения, нужно объединить вот эти три части, то есть мой дом, мой мир, территории, на которых я могу договориться о мире, ну и, конечно, там, где идет война, она должна прекратиться. К сожалению, этих элементов мы не наблюдаем. То есть когда вот эта волна, военная волна захлестывает Россию, она судорожно, системно, комплексно, она должна перекладывать определенную часть, так скажем, ресурсов ведения войны на Иран. И когда Иран становится или позиционирует себя как часть этой войны, то она автоматически превращается в мишель. Таким образом, люди, которые заинтересованы в решении русского вопроса, германского вопроса, как хотите, им здесь Иран не нужен. Но как Иран в это впрягается, модераторы не считают, что раз вы хотели видеть, ну, выступаете против наших планов, и хотите видеть условно нас мертвыми, то, естественно, в это каскадное падение вы попадете. Если вы помните, я пять месяцев у вас сказал, это тоже математика, что в конце февраля, 115 марта, начнется этап переформатирования мира. И вы видите приезд господина Байдена в вашу страну, появление на сцене другого гегемона Китая со своим предложением. То есть, старт, да, идет игра мускулами, идет игра торговля регионами. И вот в этой торговле регионами Иран тоже является составной частью, потому что Китаю нужно обеспечить энергоресурсы для выживания. И здесь, как ни странно, вдруг другим союзником или другом Китая стала Саудовская Аравия. Хотя она, условно говоря, ведет контр-войну против Ирана. Они стали союзниками по неволе. Дело в том, что в американском плане или саксонском плане есть процесс распада Саудовской Аравии на три части, ну как минимум, понимаете? И сейчас эта территория, она будет переформатироваться и будут создаваться новые государства, ну, например, на примере, так скажем, Югославии, предположим. То есть, этот метод уже обкатан. Ну, и, естественно, одной какой-то центральной державной страны, которая будет модерировать, или регионального гегемона, который будет модерировать этот регион. Поэтому мы сейчас только уже прямо находимся на первой лестнице. Начало процесса переформатирования Ирана, России и Китая. Это рассматривается в этом комплексе, а не отдельно взятое. Как вы видите позицию России в следующей ситуации? Ну, если разрешите, я отвечу, начну свой ответ с заявления господина Байдена в Украине. То есть, он заявил, что мы пришли сюда навсегда. Это первое. Второе. Приготовиться не к дням, я могу неправильно процитировать, но, в принципе, нужно приготовиться к тяжелым дням, неделям и годам. Это первое, то, что касается по России. То есть, это не завтра и не послезавтра. Второй вопрос. Если вы говорите, что Россия очень плохая, я с вами соглашусь, но этот процесс, он не достиг того пика, когда он начнет стремительное падение вниз. Оно еще чуть-чуть держится на плаву. Еще один элемент маркер, о котором вы не говорите. Россия занимается логистикой через Балтику. В этом году зарезервировано 200 миллионов тонн груза. Сколько это, я сейчас вам скажу. Например, азербайджанский порт новый перевозит 15 миллионов тонн. Сейчас президент вкладывает деньги в создание 25 миллионов. А вы представьте, что через Прибалтику идет 200 миллионов. Это просто для вас. Второй момент. Есть такая система, энергетическая система Прибалтика-Белоруссия и Россия. По-моему, Барелан называется. С 2010-2012 года Польша пытается вытащить из этой электрической долговой кабалы государство Прибалтики. Даже 1 марта в Хорватии представитель США обсуждал с тремя прибалтийскими государствами варианты снижения, уменьшения или выхода из этой энергетической системы. То есть это реальные деньги, я это хочу. Следующий момент. Господин Токаев, несмотря на заверение господина Блинкена, что в принципе они не будут потворствовать России в обходе санкций, принял указ, соответствующий которым все урановые месторождения Казахстана были переданы компании, которая принадлежит Росатому. Росатом поставляет этот уран в Америку, ребята. Вы должны понимать, все будет работать ровно столько, пока свои проблемы модераторы мира не решат. Не надо показывать людям, своему народу, иллюзии, что вот-вот сейчас или завтра. Это надолго и серьезно, это завтра не будет. Но будет каскадное обращение, понимаете? Извините, что перебиваю. Сегодня же как раз появилось заявление, по-моему, из Конгресса, о том, что начинает рассматриваться вопрос санкций относительно Росатома. То есть это действительно была священная корова российская, которую не трогали, потому что штаты сколько там? 40% по-моему получали урана из российских. Если собрать несколько компаний, Юра 60%. Ну то есть штаты, как и многие другие страны, зависят от этих поставок. Но с другой стороны, мы опять-таки, вы абсолютно правы в том, что действительно не нужно думать о том, что все произойдет в ближайшие дни, потому что даже с той же самой нефтянкой мы увидели, как это работает. Когда на протяжении года фактически медленно там что-то закручивало, закручивалось, а потом хоп, и по показателям первых двух месяцев 2023 года мы видим, что действительно пошли серьезные деструктивные процессы для российской экономики. А почему? Потому что и Европа, и Штаты, и в целом Запад, они хеджируют риски, они не могут просто нажать на кнопку для того, чтобы обрушить свои экономики. Они просчитывают риски и, исходя из этих рисков, выстраивает логику контр-игры. Точно так же, как и с Китаем. Нельзя из Китая просто взять и в одно момент перенести производство. Поэтому есть вот этот лаг в 3-5-7 лет. Ну, кстати, вот и Климкин, и сами китайцы, я тоже общался, они тоже говорят дату вот этого лобового конфликта в перспективе 27-30-й год. Абсолютно верно. То есть вам нужно рассчитывать свою, так я ее называю опять, братоубийственную войну, условно, 24-й год. Почему? Потому что Украина в понимании мирового правителя, она еще должна послужить своему внутреннему сегменту власти. То есть вы должны оказаться действием в победе в выборах, предположим, в Англии, в США, в Европе, в вашей же самой Украине и в том числе в России. Как вы видите роль Индии вот в этом переформатировании глобальной архитектуры? Потому что, ну, мы видим, что в этой ситуации Индия пытается играть, ну, у нее есть на это все основания, потому что большое, мощное государство с огромной экономикой, с ресурсами, которая к тому же растет достаточно быстро и динамично. Вот. И в этой ситуации Украино-Российской войны Индия тоже, как и Китай, там пытается на этом получить какие-то дополнительные баллы, покупает дешево российскую нефть, перепродает, но в то же время имеет очень серьезные связи и с США, и армию свою сейчас перевооружает как бы западным оружием, и при этом имеет сложнейшие отношения с Китаем. Вот в вашем понимании Индия в какой логике будет и куда длифовать? Смотрите, Индия обречена длифовать в сторону выживания на союз с Саксами, потому что, предположим, то, что я вам описал по Китаю, она или должна стать партнером союзников, как хотите, другом Китая, что априори невозможно, хотя бы потому, что Китай находится географически, условно говоря, на возвышенности, а Индия в низине. То есть это уже неравноправно в их понимании. Я говорю о географии. Второе. Не зря же появился проект «Большой Китай» или «Большой Индостан». Сейчас Китай выстраивает конструкцию союза с Австралией. Китайская, индийская экономика, простите, индийская экономика должна выживать, а ей нужны морские пути. И, исходя из этой концепции, она или должна, грубо говоря, стать младшим братом Китая, или апеллиться на внешних модераторов и стать победителем в этой борьбе. Я хочу сказать, что, может быть, фраза будет неправильно сказана, что запрограммирована, но ситуацию именно так создают, что вопрос выживаемости или сохранения народа, нации, экономики или, условно говоря, флага, он обеспечивает определенные превентивные мероприятия. И вот они, условно говоря, когда приходят границы, столкновения, потому что между ними нет такой территории, в политике есть такая вещь, тампонная зона, дружественная. То есть через третью дружественную страну, например, в Москве, предположим, очень хорошо дружить по сухопутной границе, потому что, с Ирана, потому что между ними Азербайджан. Но как только я в вашем интервью сказал, у Азербайджана с Грузией, с Украиной нет проблем. Почему? У нас нет общей границы. Вот я хочу сказать, что у Китая с Индией есть общие границы. Это уже обречено на столкновение, потому что защита интереса, защита суверенитета и вопрос выживаемости, он подполкнет вот эти, так скажем, элиты к движению капитала, к движению к власти, к движению контроля всего и вся. Вы посмотрите, Индия стала залезать за Кавказь. Ну, здесь для нее, условно будем говорить, союзником стала, так скажем, через Иран Армения. То есть у нее опять логистический коридор через Грузию, Черное море и в Европу. Она пытается выстроить для себя логистику, транспорт, чтобы выживать. И ей нужны партнеры. И вот сейчас, приходя на Кавказ, она, я не скажу, что врагом, это неравная сила, но в принципе она уже стала, условно говоря, недорожелебной стороной для Азербайджана. Потому что ее дальнейшие шаги, союзнические, должны заставить ее выбирать сторону. Она ее делает. Она продает, например, вооружение Армении. То есть она выбирает сторону. Когда она выбирает сторону и выбирает партнера, то она автоматически оказывается на другой части. Поэтому здесь у Азербайджана союзник Пакистан, здесь у Азербайджана союзник или партнер в кавычках Китай, потому что через Азербайджан проходят китайские товары и так далее. Вы понимаете, логика мироразвития, торговли, логистики, капитала, она все время требует, знаете, системы сильно пожирает слабого.